Особое мнение на 101FM Не читал, честно, не дошел Есть, я увидел, видимо, подробно журналисты подошли Основные черты вашей биографии тут расписали Хотя в официальном информационном пространстве о вашей работе в роли советника известно пока еще немного Вот буквально одна строчка Будете заниматься взаимодействием с обществом в рамках реализации программных проектов Вот сейчас у нас есть, Михаил Вячеславович, возможность поподробнее поговорить В чем же суть заключается работы советника Михаила Курашина Добрый день еще раз Ну, давайте начнем, наверное, с того, что когда Александр Владимирович пришел в Кировскую область в мае В мае, да, этого года Вот, и в рамках одной из первых встреч мы с ним проговаривали, ну, разные вопросы И в том числе один из приоритетов своей деятельности, которую он обозначил Это был приоритет работы с гражданским обществом, с институтами гражданского общества, с общественным сектором В котором он видит достаточно большой потенциал для, в том числе, помощи власти в решении задач по развитию И, ну, вот, наверное, как бы отсюда, можно считать, отчет Отправная точка такая была Отправная точка, делать отчет того, что там происходило дальше А дальше мы совместно с Министерством внутренней политики, совместно с Общественной палатой Начали формулировать какие-то вопросы, мысли, предложения, касающиеся того, что на сегодняшний день Институты гражданского общества там заинтересованы, готовы включаться в различные государственные процессы Но хотелось бы пересмотры некоторых вопросов взаимодействия, в частности, и вопросов государственной поддержки И вопросов открытости власти к взаимодействию с институтами гражданского общества То есть появилась такая некая область вопросов, которая, на мой взгляд, требует такого достаточно серьезного рассмотрения Потому что, ну, мы понимаем, что там и все события, которые происходят и в стране, и в области, да Они непосредственно влияют на людей, влияют на ту систему общественной коммуникации, которая есть И институты гражданского общества, это те, кто в этой среде, в этой области как раз и занимается сбором, формулированием мнений граждан, позиций граждан И поэтому, вот я считаю, что это направление, оно достаточно перспективно И по большому-то счету, ну, давайте говорить честно, у нас оно в деятельности власти-то несколько выпадает А вот я хотел спросить, у нас впервые такой формат именно на уровне советника-губернатора Эти вопросы им вручены? По-моему, такого не было раньше Ну, я тоже особо не помню, потому что даже там, если мы возьмем институты уполномоченных То есть уполномоченные по правам детей, по правам предпринимателей, по правам человека А вот уполномоченного по вопросам взаимодействия с институтами гражданского общества Я такого формата не помню Конечно, есть общественная палата Но общественная палата, это такая более институциональная структура, да То есть она такая более формализованная, и поэтому... Ну, ее место вроде как бы понятно в этой всей системе То есть она является такой, соответственно, точкой сбора информации. А вот непосредственно возможностью организации какого-то общения и сопровождением предложений и инициатив того же Института гражданского общества до органов власти, ну вот такой структуры у нас не было. Насколько статусная должность советника, роль советника? То есть вы можете сейчас заходить в различные структуры, не знаю, что называется, над ними, без каких-то особых прелюдий? Ну, конечно, статус советника — это возможность взаимодействия, или, как вы говорите, входить. Напрямую. Но не то, что дверь с ноги открывать. На уровень входа зампредов. Мне очень приятно, что все зампреды, с кем я уже взаимодействовал, они достаточно, на мой взгляд, конструктивно воспринимают этот момент. То есть нет каких-то таких, не знаю, каких-то ужимок или каких-то сарказмов по этому поводу. То есть они открыты об этом говорить. То, что касается уровня министерства, ну да, это тоже вопрос в том, что это некая открытая возможность. Хотя, по большому счету, все-таки мы у себя в Кировской области практически всех-всех знаем, да, то есть мы понимаем, что если у тебя есть хорошая идея, то можно разговаривать и с министрами, и с сотрудниками министерств на предмет обсуждения этой идеи. Но, с другой стороны, это все-таки возможность, в первую очередь, иметь шанс донести какую-то информацию напрямую первому лицу региона, которую, я думаю, мы будем ее использовать. Вот. И тут еще крайне важно, наверное, отметить, что помимо того, что речь идет о роли советников во взаимодействии с институтами гражданского общества, есть еще одна вторая составляющая. Это координирование, опять же, общественного участия в процессе подготовки и проведения 650-летия города. Это второе такое направление, оно тоже достаточно такое объемное, потому что уже сейчас мы видим о том, что произошли изменения и в оргкомитете. Могу сказать, что уже много инициативных людей, инициативных групп уже выходили на предмет того, что вот давайте, давайте, мы как-то там, у нас есть много интересного, что мы хотели бы презентовать и рассказать. Вот. Ну, вот, опять же, у некоторых тоже сложилось такое, не знаю, может, неправильно прочитали, может, неправильно написали представление о том, что вот я хожу и собираю эти идеи. Нет, моя задача несколько в другом, то есть моя задача координировать. То есть, честно скажу, я сейчас в большей мере там заточен на то, чтобы искать вот всевозможные точки сборки, куда люди могут приносить свои предложения, и через эти структуры эти предложения передавать либо в органы власти, либо в созданную дирекцию, для того, чтобы их анализировали и оценили. То есть сам я там не занимаюсь тем, что там не собираю эти предложения, то есть моя задача найти как можно больше вот этих точек сбора. Сейчас уже там есть общественная палата. Направляют потоки, да, что называется. Да, общественная палата, торгово-промышленная палата, наш государственный университет, администрация города, и мы как бы идем по пути того, чтобы их было как можно больше. Ну, собственно, организационная работа-то она уже все. Те цели, которые были поставлены, они достигнуты вот к осени, да, этого года. То есть создана дирекция, все, дальше только накидывается. Нет, ну, слушайте, давайте так, еще до конца даже модель не создана. То есть дирекция, это был один из таких важных инструментов, с помощью которого теперь, собственно, есть возможность, во-первых, людям напрямую без участия власти, да, там, носить свои предложения. А многие как раз и жаловались на то, что там мы свои предложения там скидывали в администрацию города или там в какой-нибудь министерство культуры, и как бы они там все... След пропал, да? Да, ну, и тут надо тоже понимать, что там бюджет или там наши министерства, они ограничены множественными рамками, в первую очередь бюджетом. И поэтому вторая задача, которая стоит у дирекции, перед дирекцией, это привлечение, поиск и привлечение дополнительных вне бюджетных источников. То есть позиция Александра Валентиновича звучала в том, что в дирекции не должно быть бюджетных денег. И все, что там привлекает дирекция, это то, что выходит за рамки регионального федерального финансирования, это вне бюджетные деньги, и в том числе вопрос собственного существования дирекции, да, то есть покрытия всех расходов, связанных с содержанием этой организации, они тоже происходят за счет вне бюджетных средств. То есть вот, чтобы тоже было понятно, что это не какая-то там очередная фикция со стороны власти, когда бюджетные деньги там прокачиваются через какую-то созданную организацию, нет. То есть здесь бюджетных денег не будет. Все, что будет, это будет за счет вне бюджета. Будет или уже есть, уже получаются какие-то договоренности? В настоящий момент, насколько я знаю, идет подача документов на регистрацию юридического лица. Вот, ну, я надеюсь, что в течение двух недель этот процесс состоится, и к следующему оргкомитету, который планировался в первой половине ноября, мы уже как бы, уже будем иметь дирекцию как юридическое лицо, которое начнет активно работать. Но дирекция, еще раз, это еще одна часть конструкции, да, то есть модели, потому что нужно понимать, что хорошо, там появляется дирекция, да, то есть появляется дирекция, задача которой аккумулировать вне бюджетные средства. Вопрос наш, под что пойдут эти вне бюджетные средства, да, вот то, о чем я говорил, про точки сбора, да, там, это тоже механизм, инструмент, который крайне важен, да, потому что через них как раз должны идти все инициативы, которые, собственно, потом будут уже приниматься оргкомитетами или не будут за счет, там, вне бюджетных источников. Поэтому это тоже еще один компонент, который, там, необходимо, собственно, создать. И третий, наверное, немаловажный, или, может быть, даже один из важнейших инструментов, это администрация города, потому что в конечном итоге большинство решений, связанных с какими-то инфраструктурными, сетевыми проектами, которые будут реализованы, они находятся именно в компетенции города, да, то есть и сейчас мы, там, ну, я про себя буду говорить, да, тоже жду окончания уже процедуры избрания главы администрации, для того, чтобы... Хотел заметить, что пока у нас исполняющие обязанности, видимо, нельзя в полной мере эту работу развернуть, да, опереться на эту ногу, что можно было полноценно проговорить вопрос о том, как будет администрация не только реализовывать решения оргкомитета по инфраструктурным проектам, но и становиться вот этой точкой сбора, потому что я знаю, что при администрации есть, там, и общественно-культурный совет, у которого тоже есть свои предложения по благоустройству, по насыщению 650-летия города, вот. И я думаю, что есть и другие институции, да, то есть и ТОСы, и Центры местной активности, которые завязаны на город, поэтому важно и их прорисовать. То, что касается вопросов, связанных с бюджетным направлением, ну, тут достаточно все понятно. Есть постановление правительства, есть федеральный оргкомитет, который возглавляет Дмитрий Чернышенко, есть утвержденный план, на что пойдут федеральные деньги. То есть, дай бог, как говорится, чтобы весь этот план был реализован, тут все понятно. Региональный уровень власти, да, то есть, опять же, есть госпрограммы, в этих госпрограммах определены бюджетные средства, есть планы, и в рамках оргкомитетов мы заслушиваем эти планы, да, то есть, мы заслушивали, там, министерство культуры, фонд капитального ремонта, на предмет того, что, какие там планы и как идет их исполнять. То есть, там, как бы, вертикаль, она работает, она понятна. Да, то есть, вот нам сейчас надо создать вот именно эту общественную составляющую. Ну, вот то, о чем мы сейчас говорим, все эти планы, цели, задачи, это все должно быть у советника отображено на бумаге, то есть, некий план работы должен, да, быть, в рамках которого он должен отчитываться перед главой региона, сделан на то-то, вот контрольная точка. Ну, у нас есть такой формат, как, во-первых, там, регулярные встречи для обсуждения каких-то вопросов, ну, и есть формат оргкомитета, куда, собственно, там, я вхожу и как советник, да, то есть, где, там, так же, как и все остальные, соответственно, по своим поручениям я тоже отчитываюсь, да, то есть, что сделано и так далее. То есть, но в то же время, там, статус советника, нужно понимать, да, там, это не статус министра, да, то есть, там, нет задачи, там, обязать каждую неделю, каждый день писать отчеты, писать планы. Задача понятна, поручения формируются как непосредственно губернаторам, так и оргкомитетам, которые необходимо реализовывать. Соответственно, там, весь основной процесс, это процесс коммуницирования с дирекцией, с различными общественными и, там, муниципальными государственными структурами, например, как бы обсуждение того, как то или иное, там, поручение отрабатывает, да, вот на прошлой неделе мы собирались по поводу грантового конкурса, да, то есть у нас... То, о чем мы говорили раньше, то есть в рамках празднования 60-50-летия, да. У нас есть несколько, там, два разных взгляда, там, предположим, с городом, министерством финансов, там, с другими государственными структурами о том, что же это должно быть, да, то есть многих смущает слово, из них смущает слово благоустройство. Благоустройство общественных пространств, о чем мы, да, говорили в наших встречах. То есть, и, соответственно, как бы здесь мы понимаем, что у нас есть и другие программы, связанные с развитием благоустройства, и вот на одной из последних встреч мы, как бы, вот начали находить понимание в том, что все-таки мы, может быть, под словом благоустройство понимаем все-таки разное. То есть если власть понимает под словом благоустройство, это вот такие капитальные вещи, как, там, коммуникации, дорожки, освещение и так далее, и так подобное, то мы... Правильнее, наверное, было бы говорить не благоустройство, а об устройстве, да, то есть это создание, предположим, каких-то в местах общего пользования, предположим, там, памятных мест, выставок, организация выставок, то есть малых архитектурных форм, да, то есть и вот... На мой взгляд, простите, что переубивая, прежде чем заниматься об устройством, наверное, чтобы местечко-то надо было, чтобы оно и благоустроено было. Но никто ведь не снимает с городской администрации задачи, связанных с благоустройством этих мест. Это их собственность. Собственность, с облагораживанием этой территории, да, чтобы она соответствует современным требованиям. Но в то же время, предположим, ну, просто для примера, да, там есть у меня в районе Кочеровский парк, где, по сути, процент, ну, скажем так, задействования территории достаточно большой, а процент освоения достаточно малый, да, то есть... И поэтому почему бы там не создавать какие-то отдельные, там, такие лобные точки, да, то есть точки сбора людей, точки привлечения внимания, которые могли бы быть интересны, да. Ну, вот просто для примера, был я тут в Петрозаводске, и, проходя по набережной, я увидел вообще замечательную вещь. Это своеобразная малая архитектурная форма, такие маленькие символические памятники от городов-побратимых. Петрозаводск, то есть там Европа вся в основном, да, и я подумал, а почему, предположим, у нас здесь, там, не создать подобную вещь, связанную с подарками от наших районов, муниципальных образований. Это не затратная вещь, но она... Интересная мысль. Предположим, могла бы очень интересно вписаться в ту же малую нижнюю набережную, да, то есть которая у нас как бы пустая, и очень часто люди говорят о том, а что, ну, как бы, кроме дорожек, ламп... Из фаленок изображения картофеля какого-нибудь, там, не знаю, от северных районов, что-нибудь с лесом связанное. Да, 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 то есть это могут быть разные, там, символические формы, то есть их можно тоже, как бы, там, можно обсуждать, а можно оставить на творчество муниципалитетов, но почему бы такой подарок от районов городу, да, не сделать в очень минимальных суммах, там, затрат. Вот, и поэтому вот как бы вот именно не благоустройство, а обустройство, да, то есть вот, может быть, вот правильно все-таки в грантовом конкурсе говорить об этом. Мне на ум, если продолжать, приходят какие-то, знаете, вот молодежным сленгом выражаясь, там, точки, тусовка, какая-то творческая интеллигенция, что называется, вот художники здесь собираются, вот излюбленное место для уличных музыкантов, предположим, у нас же нет какого-то вот такой стандартной точки, где мы можем их видеть, наблюдать за их работой. Два года назад мы проводили конкурс именно в городе, как раз вот нечто примерно подобных инициатив, и тогда этот конкурс проходил при поддержке депутата Азимова, и было немало проектов, например, да, там, организации каких-то, ну, вот, стендов и выставок в наших парках и скверах, да, то есть, и, а почему у нас, как бы, этим не заняться, почему бы не устанавливать стенды, там, не знаю, истории, территории, там, каких-то, там, знаковых людей, или что-то вообще, там, может быть, креативное, вот возьмите живой пример. Люди-то ведь есть, которые сделают это, да, я более чем уверен в этом. Живой пример, скверик у нас у драмтеатра, который сейчас дерево желаний, ведь давайте вспомним, сейчас мы уже знаем, что этот скверик у нас там, он весь обустроен, привыкли к этому, а ведь было-то тоже, как бы, достаточно грустная картинка, вот это там дерево, которое понимали, что очень скоро загниет, да, там, и вся остальная часть не устроена, куда там люди ходили во время массовых мероприятий в туалет. То есть инновация, ставшая традицией, да, впоследствии. То есть, дорогой ли этот проект? Нет, он недорогой. Да, то есть, а почему такие, там, проекты мы не можем запустить по всему городу? У нас много скверов. Сейчас я проходил мимо сквера, где стоит памятник Шаляпина, да, то есть, вот, с одной стороны дерево желания, а со второй стороны, кроме памятника Шаляпина, там же тоже большой скверик, который, почему бы мы его не можем посвятить, предположим, артистам, прославившим или нашим землякам, или прославившим Вятскую землю, да, то есть, и установить там, ну, не знаю, те же стенды, да, там, посвященные всем, кто так или иначе, там, Чайковский, Калягин, там, и так далее, кто так или иначе относится к нашим. Не забывайте, Михаил Вячеславович, про мою личную просьбу, сайт, посвященный 650-летию, то есть, продвижение в информационном пространстве, вот, чтобы не возникало у людей вопросов, а где, а что, что будет сделано. Вот, зашел на один ресурс, все увидишь. Сейчас мы как раз в рамках последней встречи с руководителем дирекции и зампредом Андреем Маури, да, то есть, мы как раз этот вопрос тоже поднимали, что нам необходимо к этому прийти, необходимо продумать сайт, по крайней мере, этот сайт должен быть, ну, основная задача – это информационное сопровождение, ну, и в том числе, это публичная афиша, это какие-то обратные связи, да, то есть, там, он должен быть. Но, вот, тоже хотел бы обратить, наверное, сейчас на это внимание, что на самом деле, в рамках оргкомитета, да, то есть, мы сейчас находимся в такой политической ситуации, да, что, собственно, наверное, плохо себе представляем, что у нас будет происходить дальше. С планированием большие сложности. Поэтому сейчас вот планирование мероприятий, связанных с какой-то развлечением, культурой, досугой, да, то есть, оно находится, ну, если не в замороженном состоянии, да, там, оно чуть-чуть приостановлено. И поэтому сейчас основная задача – запустить инфраструктурные проекты, городские проекты, которые, в принципе, даже если, как говорится, ничего у нас не получится с празднованием из-за, там, текущей политической ситуации или экономической, но эти-то проекты, они все равно останутся. Останутся отреставрированные дома, отремонтированные парки, там, отремонтированные дороги. То есть, вот это все, как бы, сейчас находится в приоритете. Поэтому вот сейчас акцент на это сделан. Ну, я понимаю, да, о чем вы говорите, ну, в том числе, да, мы читаем новости, в последнее время из тех или иных городов российских приходящие, люди уже задумываются о том, чтобы новогодние мероприятия, да, отменять. И мы же прекрасно понимаем, что это может масштабироваться и на более какие-то, в том числе и юбилейные мероприятия, да, вдруг что-то вот у нас случится. Ну, да, как показали пандемийные годы, когда начинали экономить на тех же новогодних праздниках, да, то есть, там, средства все равно находились, и они оставались, и их можно было тратить на какие-то другие вещи. Поэтому, там, ну, опять же, ну, что значит отказаться от больших мероприятий? А у нас в Кирове много больших мероприятий проводится. Ну, смотря что, поднимается под большим мероприятием массовым, ну... Другое дело, что, предположим, делать более, там, экономично какие-то вещи, там, оформление театральной площади, да, то есть... Из года в год мы говорим о том, чтобы бизнес привлекать, чтобы не тратить на это бюджетные деньги. Каждый раз перед Новым годом, когда мы видим эту сумму, которую планирует администрация потратить, то многие хватаются за голову, у многих нецензурная брань на это все рождается и так далее. Как раз проблема-то и заключается в том, что, как мне кажется, да, что, там, городская власть не очень хотела разделиться с бизнесом, да, потому что, там, это их интересы были, да, то есть, поэтому, собственно, активно бизнес никто не привлекал. Сейчас ситуация может поменяться, и то, там, какую активность проявляют, предположим, предприниматели, ну, в частности, вот, инициатива предпринимательская, чисто предпринимательская инициатива сделать пешеходную улицу Спасскую, там, еще два квартала до Ленина. Ну, вот недавно там прогуливались с главой региона, да? Да. То есть, вот, как бы, посмотрим, конечно, там, к чему это все придет, придет, но, по крайней мере, там, на этой прогулке, на этой встрече было с десяток предпринимателей, которые сказали, да, мы готовы вложиться, понимая, что и городу надо, и мы, как бы, готовы на этом, там, подзаработать. Поэтому, вот, мне кажется, там, подобные инициативы, их нужно только приветствовать. Обсуждая вот эти все идеи и предложения, касающиеся 650-летия, вы видите, что люди действительно горят желанием что-то оставить хорошее, что-то сделать хорошее, этих людей больше становится, либо, ну, это, не знаю, как-то вот механическая работа, что ли, там, с текущей ситуацией политической, как-то не очень это все влияет. Нет, ну, у нас, там, на вятке много творческих людей, и много людей, которые, собственно, там, в которых всегда есть какие-то идеи по тому, как сделать жизнь лучше. Да, кому-то из них уже, там, отбивали руки тем, что их идеи, там, не слышали. И сейчас они либо очень осторожны, либо, там, сидят, пока что, там, выжидают, как все это будет дальше развиваться. Сказать, что, там, я столкнулся с кем-то из новых инициаторов, но я пока не столкнулся, честно говоря, да, то есть все... То есть команда сформировавшаяся, какие-то все уже знакомые люди. Кто на меня уходит или с кем я, там, встречаюсь, это, в основном, там, ну, уже известные, там, общественные активисты, вот. Но я предполагаю, что как только появятся вот эти точки сбора, и точки сбора начнут говорить о том, что, окей, давайте, там, мы ждем ваших предложений, да, там, такой поток большой пойдет. Есть немалая часть обиженных, да, то есть вот я об этом говорил, что по рукам им настучали, да, те, кто участвовали уже, там, и в разработке концепта Александрского парка, Гагаринского парка, там, набережной и так далее, да, с них собрали предложения, они поучаствовали, а в конечном итоге мнение оказалось не на их стороне. И, там, тот же пример с логотипом, да, то есть... Конкурс снова объявлен, да. Да, то есть вот если бы, как бы, первый конкурс, точнее, первый логотип не получился вот конкурс достаточно закрытым, да, то не было бы вот этого скандала и шума, да, там, и можно было бы все это делать спокойно. Сейчас посмотрим, что появится, но радует, что очень быстро было принято решение о том, что, окей, там, мы не бьемся за то, что есть, там, давайте еще раз проведем конкурс, и то, чтобы понять, что люди готовы предложить. Михаил Курашин, советник губернатора Кировской области, сегодня в гостях у нас в студии, сейчас небольшая будет рекламная пауза, через минуту мы продолжим. Продолжаем наш разговор с советником губернатора Кировской области, Михаилом Курашиным, несколько актуальных тем, которые тоже хотелось бы обсудить, в общем-то, как и ожидалось, после губернаторских выборов, выборов в городскую думу, у нас начались кадровые перестановки, и буквально тут последние дни много новостей приходится по этому поводу, у нас и отстранена от должности исполняющей обязанности министра строительства и энергетики ЖКХ Игорь Селезнев, отстранен руководитель фонда капремонта Виктор Тарасов, министр транспорта Юлий Логинов, вроде как написал заявление об уходе, ну, еще там, фамилии еще масса, все это воспринимаете как, ну, такой естественный процесс, обновление власти, или все-таки можно рассматривать тут каждый случай индивидуально? Давайте мы там вспомним, как приходил Васильев, который просто взял и всех смел. Да, губернаторские выборы были в 17-м году. Без большого разбора, да, то есть он смел всех. И поэтому, как бы, там дальше уже процесс формирования был такой тоже достаточно долгий, пока все растаялись. Здесь... И много из других городов чиновников было. Александр Валентинович идет, там, по принципу сверху вниз, да, то есть он сформировал уровень, там, зампредов, и дальше сейчас следующий уровень министров, да, то есть и тут надо понимать, что, ну, кто-то все равно должен был, должен покидаться. Должен уйти. Да, должен уйти, потому что, ну, кому-то действительно есть много вопросов, которые, собственно, ну, давайте, опять же, по сферам возьмем, да, то есть там к фонду капитального ремонта были вопросы? Были, много лет были. Много лет были, да, то есть к строительству есть вопросы, к дорогам есть вопросы, да, то есть к транспорту есть вопросы. Ну, а это вопросы не, там, не Соколов их поставил, да, то есть это вопросы, которые, собственно, там, годами вытекали, и они, как бы, там, слабо решаются. Будут ли другие изменения? Ну, я думаю, что вопросов есть, наверное, практически в каждой сфере. Насколько, там, те же министры и министерства готовы перестраиваться, но там будет показывать время. И мне кажется, вот эти, там, первое решение, они говорят о том, что, там, губернатора не устраивает формальный отчет, да, там, я даже могу судить по оргкомитету, когда он несколько раз прерывал выступающих и просто указывал им на то, что если вы, как бы, вопрос не проработали, там, вы, там, просто вставайте и, мол, там, говорите, что вопрос не готов, чем, там, нести вот то, что вы несете. И здесь, там, вот те же понедельничные планерки, они же показывают, что он рассматривает вопросы не в целом по отрасли, да, там, а он вполне точные вопросы. Конкретные. Да, точные и конкретные ситуации. И поэтому, если это будет продолжаться именно в таком формате, то я предполагаю, что будут еще изменения и на уровне министров и внутри министерств. Да, то есть, сколько они займут, ну, я, там, предполагаю, что все-таки в течение, там, полугода мы... Еще будем наблюдать, да? Перестановки, уходы, приходы. А, кстати, мы говорили с вами, да, когда вот Соколов был назначен президентом Путиным, исполняющим обязанности главы региона, вы говорили, что давно знакомы с Александром Валентиновичем. Вот мне интересно, он зачастую сейчас на этих планерках не лезет, что называется, за словом, в карман, да, то есть называет вещи своими именами. Разгильдяйство сказал, да, например, в случае с Селезневым. Деньги федеральные могли бы потерять. Александр Валентинович, он по складу такой вот? Или он как-то вот понимает все-таки, что это должно привлечь внимание людей, когда человек, руководитель региона, изъясняется просто, понятно, конкретно и так далее? Я думаю, что, как бы, это некий карт-бланш, который у него есть со стороны федерального центра, на то, чтобы действительно, там, максимально проявить себя. Потому что мы понимаем, что, на самом деле, там, оценка его деятельности в нынешней ситуации в большей мере зависит от команды внутри правительства. Да, то есть решать вопросы политические, экономические, там, мобилизационные и так далее. И тот же юбилей города, это тоже будет, там, тот показатель, по которому его работу будут оценивать. В связи с этим времени на то, чтобы, там, рассусоливать и рассматривать, там, ну, практически нет. То есть мы, там, все, наверное, были свидетелями. Здесь и сейчас нужно, да. Да, как, там, проходила та же мобилизация, там, есть задача, там, в две недели решить вопрос, там, и, в результате, вот, задачи организовать. Сейчас, там, задача обеспечить, задача обеспечить и так далее. То есть времени на то, чтобы, там, ну, еще раз говорю, там, слушать пустые отчеты, в принципе, нет. Играть в доброго губернатора тоже нет. То есть если, там, ну, напомню, да, там, одна из его первых, там, первых инициатив, это грамота за невыполнение, помню, да, то есть многие посмеялись на это, да, там, но это, как бы, хороший инструмент предупреждения, да, то есть, в принципе, на мой взгляд, там, решение абсолютно правильно, что, там, не давать последних шансов, не давать возможности, там, оправдываться, если ты не имеешь четких аргументов и четких фактов, да, то есть, да, вот есть факт, факт того, что, там, могли потерять деньги, значит, за этот факт должен кто-то ответить, да, то есть, ну, вполне конкретно ясно, да, конкретное решение. Я очень надеюсь, что губернатор будет продолжать эту политику. Три минуты буквально у нас остается до конца беседы. Вы человек с большим опытом работы, в том числе и в молодежной политике, и вот тоже по заявлениям Александра Соколова, тоже не могу не спросить, планы, я имею в виду, по возрождению молодежного парламента в УЗС, молодежный совет, якобы, может у нас появиться при главе Кирова и главах других муниципалитетов, создание молодежного экспертного совета при губернаторе. Что-то мне подсказывает, что вы тоже в этой работе будете задействованы. Ну, я, пока мы не разговаривали на эту тему, да, там, вполне вероятно... Подозреваю. Вполне вероятно, что буду подтянут к этой работе. Как оценивать? Интересно. Главная ведь проблема не в наличии подобных, там, структур, а главная проблема в их интеграции в реальный процесс. Как они влиять вообще могут? Да, тот же молодежный парламент, по большому счету, вот за всю свою историю никогда близко, там, не синхронизировался с законодательным собранием. Они сами по себе, эти сами по себе, да, там. Там это только вот нынешний председатель устроил, там, небольшой движ, когда он, там, закрывал молодежный парламент и так далее, да. Ну, мы помним, да, зимой до этого. То есть, такое, технология работы по большому законодательному собранию. По содержанию ведь, как бы, никакой синхронизации нет. И поэтому главная эта проблема как раз заключается в том, чтобы заставить, там, те же министерства взаимодействовать с этими молодежными структурами. Потому что, там, кадровые вопросы, это серьезнейшая проблема. И для серого дома, да, там, и для городской администрации, а уж для уровня муниципалитетов и поселений, это вообще проблема номер один. Если мы сейчас эту работу, там, не будем организовывать, значит, мы, как бы, просто остаемся без кадров. И поэтому тут вопрос, еще раз говорю, даже не в создании. Вопрос в реализации моделей, синхронизации, интеграции этих структур в деятельность. Да, то есть в свое время была инициатива по созданию, там, трехуровневого молодежного государства, молодежный парламент, молодежное правительство и молодежная общественная палата. Так они все, как бы, вот с этим застопорились. То есть сами по себе посидеть, поговорить, да, но их дальше-то, как бы, кто-то должен слышать. Во что это все? И после этого, собственно, что их никто не слышит, молодежь, собственно, отказывалась от того, чтобы участвовать в этой работе. Если это молодежное правительство, окей, значит, это молодежное правительство должно быть интегрировано по ведомствам, то есть по профильным министерствам, да, там. И так же, как взрослое правительство, должны иметь возможность, там, высказывать свои позиции и отвечать за какие-то решения. Для этого, там, может быть, и молодежный экспертный совет. Минута остается. Пожелаем удачи участникам конкурса на должность главы администрации областного центра. На этой неделе состоится. На самом деле, там, очень сложно завидовать тому, кто победит, да, то есть. Но, с другой стороны, ну, мне кажется, что по степени готовности, там, Вячеслав Николаевич Симаков, ну, наиболее близок к этому, да, там, плюс ко всему, есть понимание с областным правительством, и это тоже не может быть. 15 секунд у нас уже, да, остается. Поэтому я желаю удачи всем, вот, ну, и надеюсь на победу достойного. Спасибо, советник губернатора Кировской области Михаил Курашин. Удачи, до новых встреч в эфире. Спасибо, всем здоровья и удачи. Особое мнение на 101FM